Всем привет! И на данный момент вторая часть моих астральных опытов. И я записываю прямо сегодняшний опыт. Он был безумно яркий, эмоциональный. И я испытывала такие невероятные эмоции после этого. И когда осознавала это, как будто бы, я не знаю, мне хотелось плакать от счастья. Это было просто невероятно. Это было восхитительно, это было прекрасно. И я действительно просто даже не могу подобрать эпитетов к этому, потому что это просто... Это какое-то... Я такого вообще никогда в жизни не испытывала, в общем. Значит, как это произошло? Я выпила пиво. Ну, точнее, как. Я там, ну, проснулась утром, сидела там, у меня были всякие дела, делички там, всё там, всё-таки ходила, делала. Вот. А потом я пришла домой, такая, так, ну что, что-то делается? Так, окей. А у меня там было ещё немножко пива. Я выпила немного пива, буквально там где-то 0,5 или, может, чуть меньше. Ну, вот, где-то около 0,5 пива. И мне захотелось поспать. Ну, знаете, бывает такое состояние после пивка, когда днём немножко выпьешь, типа, такое расслабление, как бы хочется немножко вздремнуть, типа того. Вот. И я включила какой-то ролик, и такая, думаю, ну ладно, полежу, не знаю, там, вряд ли я посплю, просто так полежу. Я легла, я легла на живот, ну, то есть я лежала на животе, вот, и решила просто прикрою глаза, просто почирю, как бы. И тут началось абсолютно неожиданно. Начались эти ощущения покалываний и так далее. Я понимаю, что со мной происходит. Я чувствую, как будто бы я... Я не знаю, как под какую ещё метафору подобрать, но сейчас... Ну, у меня метафора только такая, как будто бы я листок, листок, который, знаете, падает там с большой высоты, такой вот так вот, как-то падает, так очень медленно так падает просто. Вот эти вот ощущения, как будто этот листок, который вот так вот падает, такой... В абсолютно свободном падении, и как будто бы и падаешь, но не падаешь, а летишь. Ну, в общем, вот такие вот ощущения, как будто вот именно выпадение в сон. Я не знаю, когда писать. И мне было страшно упадать в сон, потому что я не хотела оказаться во сне. И я обратно как бы этот процесс попыталась сделать, и я как будто бы этот листок, можно так вот именно, подняла в своё тело из-за моего страха. Но этот листок опять начал падать, и тогда я уже отдалась этим ощущениям. И я как будто бы вот падала, как будто вот в портале, как, не знаю, в Каролине, если у меня кошмаров, когда ты идёшь в портал. Вот как будто бы падала, но вернулась обратно. То есть я лежала в своей же кровати, в том же положении, абсолютно всё так же, тот же ролик идёт, всё как бы, вроде бы всё как обычно. Но как обычно, всё не как обычно. Я понимаю, что я ощущаю по-другому своё тело, абсолютно по-другому. Я могу уже спокойно и легко. В прошлый раз я говорила о том, что мне было очень тяжело двигать руками и конечностями. Сейчас мне было очень легко двигать ими, и я могла ими двигать. Я даже решила приоткрыть глаза. Немного зря я это сделала. Я смогла повернуться, но я не поворачивалась. То есть я как бы повернулась, приоткрыла глаза, и я увидела у себя вот примерно в той части комнаты огромную фигуру, похожую на Дементоров из Гарри Поттера, только в более светлом обличии, то есть в более серые такие тона. В общем, огромная такая штука в простынях с огромными руками вот такие вот. Вот. И мне стало не особо страшно, но я подумала, что я не хочу на это смотреть. И я как бы обратно легла в кровать, потому что я в тот момент как будто бы и даже и встала. Я вообще перемещалась очень странно по комнате, как будто бы я эфемерное такое существо. И я легла как бы в кровать, но я и тоже не могла лежать, я как будто перо просто. Я чувствовала себя каким-то пером, мотыльком, я не знаю. Но чувствовала абсолютно все свои конечности и так далее. Но мне было очень легко, вот я как будто бы плавала по комнате и улетала, не знаю. Вот. И я легла в кровать, и когда я легла, ну и после того, как я увидела это существо, это существо своими вот этими огромными пальцами, они где-то вот такие были, вошло резко ко мне в гору, вот так вот. Я лежала вот так, как бы по сути. Вот так вот. Я чувствовала его ногти прямо вот здесь, вот так вот. Вот так. Но я тоже не испугалась, как бы такая, подумала, ладно. Вот. Вот. Подумала, ладно. Вот. Было очень жёсткое ощущение из-за этого в груди и вот такое прямо... Но я смирилась с этим ощущением и даже мне стало немного приятно. Я такая подумала, ладно. И стала как бы кайфовать. В этот момент, по сути, это ощущение начало проходить, когда я расслабилась, оно прошло, и потом меня начали опять душить, уже потом просто душить, но я тоже просто успокоилась, это прекратилось. Потом я начала летать по комнате в разные уголки и так далее, как будто бы я действительно просто как перо, как лепесток, я не знаю, как что. И это было на самом деле очень прекрасно, интересно, я очень хотела вылететь дальше, пределов своих комнат, но мне было очень-очень страшно. Я думаю, может быть, в следующий раз, ну, как в прошлый раз, мне было страшно открыть глаза и двигаться я тоже не могла, может быть, в следующий раз я смогу и вылететь дальше. Вот, но сейчас мне было очень страшно вылетать, мне было страшно вылетать за пределы своей комнаты, не то, что пределы квартиры, то есть я даже в другие комнаты боялась вылететь. Я очень переживала, и тем более, что всё-таки существа какие-то как бы находились у меня в комнате, потому что после этого, вот как я полетала чуть-чуть, меня всё-таки постоянно кто-то пытался схватить, и меня вот схватил какой-то чел. Я тоже пыталась, я всё-таки пыталась приоткрыть глаза, мне было очень интересно. Я вот опять приоткрыла глаза как бы, и я увидела чувачка, но у него было вот такое не злое выражение лица, а такое максимально серьёзное и полуагрессивное такое, ну, странное выражение лица, в общем. И он так на меня смотрел, ну, естественно, мы пытались поебаться, но как-то там всё очень было странно, потому что... В общем, было всё очень странно. Наши взаимодействия, и в итоге получилось так, что я просто лежала на нём, скорее на его члене, вот как-то так. Типа, вот я лежала, типа, вот мы двигались каким-то образом. Я опять попыталась посмотреть на него, но у него был очень страшный взгляд. То есть у него такой взгляд был, у него было вот так вот лицо. Я открываю глаза, у него вот так лицо, но тут сразу глаз появился такой. Типа, да, как-то это было жутко, пиздец. Но я такая, окей, всё равно я пыталась получить какое-то удовольствие. И потом каким-то образом это просто само собой прошло. То есть как бы я вот посмотрела на него, и буквально через секунд 15-20 всё прекратилось. Вот. И я такая, блин, я ощущаю вот, это было вот так странно. Вот ты вот ощущаешь вот эти вот ощущения вообще странные и так далее. А потом раз, и ты такой, вроде бы те же руки и всё такое. То есть там вообще не теряется ощущение рук, ног и так далее. И я чувствую то же самое, только чувствую больше вот так вот, как бы, именно материально. Я такая, блин, всё пропало, всё пропало. Ну, я думаю, это не конец. И я ещё очень сильно надеюсь... В этот раз, кстати, намного длительнее было это всё. Это было... Вот это вот всё, вот то, что я описывала, это происходило где-то минут... Ну, 17... 15-17 где-то так минут. Было очень круто. Очень круто. И я после этого, я встала, у меня прям такая бодрость духа, я такая... И мне так хорошо было. Реально счастье такое, я такая... Типа, у меня прям... Я не знаю. Вот. Я очень надеюсь, что я разберусь, как максимально нормально входить в это по своему желанию. И не бояться идти дальше в плане, там, за пределы комнат и так далее. И как-то больше... Более нормально контактировать с тем, что видится, или я не знаю, что это такое. Вот. Потому что пока что бывают ощущения страха сильные и вот... Всякого такого. Вот. Пока что вот такой опыт. На этом пока что всё. Если будет в скором времени энд и что будет ещё, то обязательно запишу ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь. Сегодня писала об этом на инстакарточке. Подписывайся на инстакарточку. Инстакарточки бывают в моей бухие истории. Это, конечно, никому не интересно, но мало ли не интересно. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...